Всем здраво, с вами Гровер, это еще новый выпуск Технодрома. И сегодня я хотел поговорить о некой моей поделке, которую я сделал очень давно. Выглядит она вот так вот. Тут куча всего, тут куча всего, тут чего-то и тут чего-то. Что же с ней не так? Во-первых, с ней все так, но в данном случае она уже устарела. И надо придумать новую версию ее. Вот об этом мы и поговорим. Но сперва опишу, что было в этой поделке и для чего она вообще предназначалась. И расскажу, что будет у нас в новой поделке. Поехали. Были времена, когда я жил в своем маленьком родном городе, в своей маленькой квартирке, в которой я умудрялся размещать очень много всего. И когда у меня начали появляться разные приставки, мне потребовалась какая-то отдельная конструкция под их использованием. И я начертил данную вот эту тумбочку, так называемую, под приставки, телевизор и прочее добро. Здесь, как мы видим, у нас имеется 9 отсеков под приставки, под телевизор и под два компьютера. Ну и два ящика и остальные полочки. И к этому еще плюс я заказал тогда стол на колесиках. Когда я все это собрал, все это я поставил, и у меня получилось так, что стол очень близок к самой тумбочке и перекрывает ход ко всем приставкам. Я не мог добраться нормально до каждой приставки. И здесь возникла такая проблема, что надо как-то вывести все разъемы приставок куда-то, чтобы можно было комфортно в них подключаться, не подбираясь к самой приставке. И тут у меня появилась идея сделать отдельную поделку для того, чтобы уместить туда все разъемы джойстиков, которые я буду использовать. Также в этот корпус я еще придумал встроить сам свитчер переключения входов, так как мы все знаем, что в телевизоре тех времен с электронной лучевой трубкой всего три входа. А приставок уже было гораздо больше. И здесь появлялась проблема тоже, надо как-то еще коммутировать все это дело. Ну и также еще плюсом я думал как бы сделать еще и питание, так как все равно доступ к приставке будет также закрыт. Мы не можем подобраться из-за того, что стол нам не дает, а приставку-то все равно как-то надо включать. И также в запитку каждой приставке унес данную поделку. И вот что же она у нас получилась. Вот ее лицевая сторона, как мы видим. Здесь вот эти разъемы под все джойстики. Это у нас все взят обыкновенный 9-пиновый комфортовский разъем, который купить можно без всяких проблем. И вот встроен вот в этот корпус. Да, корпус, кстати, не сказал, сделан из деревяшек. Вот они болтаются немножко. Да, все неудачно немножко я собирал это дело. Это мне батя, короче, подогнал. Он мне сделал все эти штапики, так называемые, из которых я сморганил вот этот весь корпус. Сам каркас, а сверху вот эти, сам вот этот ламинат, короче, присобачил. Вот. Здесь вот эти все разъемы, как уже сказал. Это у нас вот NES, NES, SEGA, первая и вторая PlayStation. Все разъемы, как видим, одинаковые, но распиновка у всех их разная. Ну, да, можно вот, насколько я помню, вроде бы, NES и SNES можно прямо сюда втыкать джойстики. Они, в принципе, будут работать так, как вообще джойстики взаимозаменяемы, только что без отсутствия дополнительных кнопок. Но они будут работать. Насколько я помню, они вроде работали здесь. Почему 9-пиновый порт? Это потому, что у SEGA 9 контактов, а у всех остальных гораздо меньше. Поэтому пришлось брать именно 9-пиновый порт, а делать разные порты под каждый свой какой-то, ну, было бы не очень красиво. Также мы увидим здесь два переключателя желтых. Это у нас как раз переключение входов, каждый из приставов. Но почему именно два, и почему, то есть и желтый, и что тут вообще такое? На тот момент я купил два свитчера, четыре входа на один выход. Он выглядит, ну, вот так вот. Ну, да, уже нетрудно догадаться, то, что я выпаял из него вот этот как раз вот переключатель и поставил сюда. А почему два? Так как приставок уже больше четырех, разумеется, нужно как-то было их коммутировать тоже. Я поставил советскую кнопку, обыкновенную кнопку с фиксацией, типа а-ля Push-Pool. Только она на борту имеет четыре блок-контакта, а не два, как обычно. Она переключает вот именно вот эти два, немножко лопухнулся, когда покупал их. А на тот момент мне уже покупать восемь на один выход был как-то уже, ну, дороговатый, жаба меня задушила. Я решил, короче, вот таким заморочиться делом. Что же дальше-то? То есть с этим мы разобрались с лицевой панелью. Здесь у нас, как видим, куча переключателей. Это все тоже включение уже только приставки. Так как в моей схеме еще предусматривался сплиттер, нужно было его тоже запитать. И поэтому вот этот в одной выключатель сначала включал сплиттер, а потом мы уже только включали приставку отдельным каким-то из данных переключателей мелких. То есть мы включаем, у нас включается сплиттер, включаем приставку, втыкаем джойстик, вход нас там выбран, все, мы играем. То есть у нас все, вся коммутация проходила именно здесь. При данной сборке я уже задумался то, что у ней дохренища будет проводов. Но уже было ее как-то сделать отсоединяемой, потому что не хотел, чтобы из этой дуры торчала там хреновая туча проводов. Из этого я сделал все здесь съемным. Например, вот эти 25-пиновые разъемы, это как раз вот для видеовходов. Вот и он и разъем. Ну, как мы видим, здесь они у нас чередуются. Мама, тут пап. Это специально, чтобы не перепутать, какой куда втыкать. Также 37-пиновые. Это как раз вот эти все джойстики. Так как проводов очень много, всех этих джойстиков, я использовал два таких по 37. И они у нас почти все. То есть ушли все эти контакты, но вот если вот так вот она у нас втыкается, и в принципе все. И уже джойстики выводятся через этот провод. Также тоже чередовано, чтобы не перепутать, какой куда втыкать. Этот у нас для запитки всех приставов был сделан. 25-пиновый айфон. Ну и колодка питания, разумеется. То есть она у нас полностью отсоединяемая. Вся вот здесь вот питание. Здесь вся коммутация была. Как мы видим. Очень даже было удобно пользоваться данной штукой. Ну а также сверху еще бонусом я сделал USB-хаб. Так как все это тоже близко все компьютера было. Чего бы ни сделать был USB-хаб. Так как у меня не хватало USB-шек на тот момент. И я использовал тогда еще беспроводные мышки с клавиатурой. И я как раз втыкал сюда. Больше в принципе он для чего не годен. Да и то скорее всего мышка с клавиатурой там возникал пинг. Задержка все равно была. Наверное. Не уверен. Ну в принципе я играл вроде бы. Не вызывало у меня дискомфорт. Хотя я к этому очень трепетно отношусь. Ну и также разъем для наушников. Так как наушники постоянно у меня тянулся длиннючий провод от усилителя. Так как усилитель находился не близко. Я решил провести провод прямо досюда. Но у нас втыкался как раз вот один из этих портов. Не помню в какой. Но втыкался. И сюда выводились наушники. Все. И это все работало. Ну а теперь бонусом заглянем что внутри. Внутри как мы видим дохренища проводов. Все провода я использовал именно для приставок. Это бакномерные дичьи шлифаки. Которые ну для подключения жестких которые используются. На тот момент мне досталось их дохрена еще на старой работе. Я вот их раздербахал и пустил сюда. Да многие сейчас скажут. И вот столько шлифаков захуячил. Да я такой. Чего у нас какие возникли проблемы во всей этой схеме. Во первых проблем каково было с видеосигналом. Как мы видим он даже здесь уже заэкранирован. Отчасти. В чем проблема то. В связи с тем что у нас была такая проблема с этим свитчером долбаным. То есть у нас сигнал приходил сюда. С него уходил сюда. А с этого уже уходил на телевизор. И в компьютер. И это получается с нехилыми наводками и нехилой потери сигнала. Что влияло очень сильно на качество картинки. Поэтому данная вроде схема себя работает. Но сделана она не то чтобы не лучшим образом. Идея была не очень хорошая. Поэтому данный случай нас вообще никак не устраивает. Вторая проблема. Это запитка была. Запитка у нас осуществлялась как. Мы просто его включали. И включали этот каждый тумблер. У нас мы просто подавали на каждый из блоков питания. Те приставки у которых внешний блок питания. Мы просто прогоняли 220 на этот данный блок питания. И все. В данном случае это не очень было прикольно. В связи с тем что очень слишком много блоков питания. Это не проблема как бы такой является. Ну не очень хорошая тема. Опять же очень много расстрата ресурсов. Непонятно на что. И к тому же были такие проблемы. То что у меня был блок питания сразу на две приставки. И на NES и на SNES. И тут пришлось действительно делить этот переключатель. То есть два дела переключателя. Это был NES и это был SNES. Ну просто включать сразу две приставки. Был не очень целесообразным решением. И сейчас как бы вот все вот эти недостатки мы будем как бы исправлять. И всего из-за этого то что тут мне не очень нравится. Ну я решил придумать версию 2 данной поделки. И сейчас я расскажу и покажу что будет именно в данной версии. В общем поехали. Какова моя задумка. Во-первых я приобрел вот такой вот корпус. Практически есть металлический. И вот только боковины пластиковые. Но из такого достаточно жесткого пластика. В принципе с этим он смотрится не так уж и плохо. Не по-мудацки. Ну и вот и он и чертеж его на габариты. Ну как мы видим он полностью у нас разбирается. Его снимается на несколько частей. Днище можно снять. Можно верхушку снять. И еще задницу можно снять. Что достаточно удобно для проектирования. Для чего-то. Для того чтобы чего-то сделать какую-то свою поделку. Я начертил чертеж. То что мы будем использовать. Вот он чертеж. Он выглядит вот так вот. Как мы тут видим. У нас куча всяких кружочков. Квадратиков. В одном из видосов у меня засветился мой новый свитчер. Как раз 8 на 2 выхода. Там сразу скажу. Что там ни хрена не 2 выхода. Это просто запараллеленный один выход. На другие 2 разъема. То есть если мы возьмем с обоих этих разъемов видеосигнал. Он у нас уже будет с потерями. Так что это отстой. Но в остальном в принципе он неплох. Ну и только что провода между. Соединяющие между кнопки и сами разъемы. Разъемы не очень конечно. Хороший обыкновенный шлейф. Ну можно было что-нибудь в экране замутить например. Ну хотя он в принципе сам был в экранированном корпусе. Смысла наверное просто не было. Да и я бы не сказал что мы ему какие-то наводки наводили. Или что-то с ним какое-то что-то происходило. И что же у нас получается. Вот эта линия это у нас как раз наш изгиб. Вот этот вот изгиб. О. Схема практически точная. Там плюс-минус как всегда. Вот это все. Вот это как раз сделаны кругляшки. Вот эти все круглые отверстия. Которые будут здесь стерлиться. Это как раз под разъемы будут делаться. Как типа на микшерных пультах. Потому что я вот как-то сидел. Чертил вам прямо. Ну вот смотрю вот это место. Оно сделано. Ну и прямо бросается капец сюда. Вот прямо хочется сделать здесь вот эти именно разъемы. И втыкать, втыкать будет достаточно удобно. И будет смотреться не так уж погано. Почему именно сюда? У меня первоначальная мысль была вот на эту заднюю часть их приделать. Но тогда получится так. Мне некуда будет ссывать колодку питания. И выводы самих питания для приставок. Что, блин, ну просто их некуда будет ссажать. Не на верже вот как раз ссажать колодку для питания и выход для всех запиток. Как-то глупо будет. Все вот эти отверстия, которые будут у нас просверливаться под как раз разъемы тюльпана, которые имеются в виду. И также под винты, которые крепятся в корпус. Она практически совпадает. Немножко там вот где-то вот тут в середине малое отклонение. Но это не будет страшно в связи с тем, что, во-первых, у нас сверло немножко побольше будет. Это вот как раз часть, вот это и будет выход, все входы и выходы аудио-видеосигнала. Композитные, разумеется. Только при этом, что так как в том разъеме использовалось два выхода, запараллельные, как уже говорил. Сюда мы строим сплиттер, который я уже давно эксплуатирую. Только при этом мы его опять же разберем на детали, как разобрали вот этот свитчер. То есть мы разбираем и засовываемся в один корпус. У нас применяется один вход на четыре выхода. Нам это слишком много. Зачем нам столько и зачем нам лишняя такая здоровенная коробка, которая постоянно тянет проводами, как вот и предыдущие вот эти свитчеры, которые я уже показывал. Их тоже очень, блин, тянет постоянно проводами куда-то, они постоянно падают. Только хоть гвоздями приколачиваясь, чтобы, блин, ну никуда не убежали. Поэтому это вот, меня вот это реально раздражает, потому что постоянно ты там немножко тронешься, все, что-то грохнется, все будет с этими проводами висеть где-то. Блин, не люблю эту тему. Поэтому мы от ионного корпуса тоже отказываемся, так как у него еще и запитка там мудацкая, так скажем. Но это что-то попозже покажу. И встраиваем сюда, но только уже на два выхода как раз. У нас будут все остальные вот эти входы, а эти два выхода. Ну или можно вообще наоборот, то есть как угодно. Это еще и потом придумается. Вот это, вот эти все кружочки, это как раз вот под кнопки сделанные. Здесь тоже все совпадает, все тоже будет крепиться. Дальше что? Как мы видим, на данной схеме у нас нет ни одного из разъемов под джойстики. Мы от этого полностью отказались. Имея свободный доступ к самой тумбочке, к любой приставке, подключить я могу любой джойстик без всякого труда. Поэтому данная конфигурация у нас, разъемы джойстиков полностью отпадают все. Но при этом у нас здесь и появилась еще и запитка. Запитка здесь будет реализована как? Так как у нас уже сплиттер здесь стоит, и его нужно чем-то запитывать. Можно было, конечно, всю внутрянку перенести сюда из самого сплиттера. Там есть и трансформатор, и кренка. Здесь у нас будет свой блок питания. Обыкновенный импульсный блок питания запрятан вот в этот вот корпус. То есть для чего он там нужен? Это как раз мы будем запитывать наши приставки. Которые требуют внешнего блока питания. Это NES, NES, SEGA, Fumicom и прочие. Они, все эти приставки, требуют именно внешнего блока питания. У меня хоть есть дофига разных блоков питания, но все они не такого скудного качества, и нет запаса по мощности. Здесь всем, для чего мне нужен запас по мощности. Вставляя тот же флеш-катридж, ту же NES-ку или Fumicom, флеш-катридж начинает тоже поджирать электроэнергию. Ему тоже требуется своя запитка. И уже просто блоки питания начинают нехило нагреваться. И к тому же, проведя несколько тестов со всеми этими приставками, этим блоком питания, NES-ка самая прожорливая. От нее блок питания всех больше нагревался. Да и сама NES-ка грелась. Но это в связи с тем, что я использую блок питания 12-ти вольтовый, а надо так-то быть 9-ти вольтовый. Но это я еще подумаю. Может я поставлю стабилизатор. У меня есть стабилизатор на 5 ампер. Сгрублю напряжение до 9 вольт. У нас получится двойное стабилизирование. Так как, как я уже говорил много раз, в самих NES-ках, в Famicom встроена своя кренка 5-ти вольтовая. У нас 12 вольт, не стабилизировано. Приходит в 9-ти вольтовый стабилизированный, а потом переходит в 5-ти вольтовый стабилизированный. Круто! Как мы видим, вот эти все прямоугольнички, это как раз те же самые переключатели, которые мы использовали в предыдущей нашей поделке. У нас будет основной, который, разумеется, при включении он включит тот же сплиттер, выбирая тот же вход и, включая какую-то из приставок, у нас все заработает. Но здесь мы как используем? Я там использовал одни и те же переключатели на 220 вольт с подсветкой. Они как бы предназначены для прохождения через 220 вольт с подсветкой. При включении он загорается на 220 вольт. Так как у нас будет всего 12 вольт, нам требуются немножко другие переключатели. Но я нашел такие же внешние, выглядят такие же переключатели, только рассчитанные на постоянку уже 12 вольт, что нам как раз и нужно. И поэтому вот эти 5 штук, это как раз будут запитки кристалл, которые требующие внешнего блока питания. А вот остальные будут именно те, которых встроен в внутренний блок питания, которые требуют именно 220. И оттуда-то мы как раз позаимствуем у старого нашего подделки их. А для чего вообще задается вопрос, нахрена ты же вроде там на приставку уже и так подаешь 220, нажал кнопку, она у тебя завелась. Там и заработала. Да, там например с PlayStation, там с Dreamcast. Да, эта тема да, канает. Там кнопка с фиксатором, и она, то есть она отсекает полностью схему, запитку схемы. Но есть такие у нас приставки, которые, например, как PlayStation 2 или Nintendo Wii. У них электронное включение, у них стоит тактовая кнопка обыкновенная, без фиксации разумеется. И она включает эту приставку, но когда приставка выключена, ее горит как, знаем мы себе светодиод. Это дежурное напряжение показывает оно. Да, это вещь прикольная, да, но она нахрен мне не нужна. Нахрена она будет у меня гореть 24 часа в сутки, 31 день в месяц и 365 дней в году. Да, охрена, надо это. Да, я понимаю, что там она ничего не нажрет практически, но все равно нафига. Если можно отсечь. Да и к тому же обезопасить от внешней сети приставку тоже вещь нужная. Да и вообще компьютер же тоже так же обезопасивает. Ставит же пилот, который выключает полностью всю схему. Приставки-то чем этим обделены? Их также надо отрубать. Задается вопрос, как так, у тебя получается 8 разъемов, а 10 приставок запитывающих. Да, есть такое дело. Но в будущем у нас будет реализована тема, что некоторые приставки не будут выдавать аудио-видео сигнал композитом. Они у нас будут выдавать напрямую. Например, тот же Dreamcast в будущем планируется сделать через VGA. Да, это полюбаться надо делать. Также с Nintendo Wii то же самое. Ее тоже надо выпустить либо через HDMI, или с PS2 бы еще неплохо что-то придумать. Но тоже пока еще ничего не придумал. Но в будущем оно, скорее всего, будет реализовываться. Это вот была лицевая передняя вот панель. Вот сама вот эта вот. Теперь у нас еще и есть задняя панель. Вот, которая как раз вот эта задняя панель, которая снимается тоже. На нее я хочу прикрепить колодку питания и вывести разъем для питания для всех приставок. И вот та же самая схема. Но здесь она, конечно, в разы попроще. Снята в размер колодка питания, которая используется. Ну, ERA-розетка, как ее еще называют. Она, ну, которая применяется во всех блоках питания компьютерных и дофига где. И 25-пиновый LPT-шный порт. И так как нам потребуется, в общем, тут тоже много проводов. Где-то может получиться бинить там плюсы или минусы в одну часть. Ну, я с запасиком взял 25 пинов, я думаю, нам достаточно хватит. Если вы учитываете, что если в максимальном мы используем два провода на приставку и каждый не все-все по отдельности используется, то, например, у нас 10 приставок, 20 проводов. То есть у нас 5 пинов еще сверху в запасе. Так что это достаточно, этого хватит. 15-пиновый нам не хватает, 25 нам хватает. Эти два чертежа сделаны как бы в натуральную величину. И они наклеены уже на корпус. Сейчас я это продемонстрирую. И вот он корпус. Вот его все, я наклеил на его. То, что мы будем долбить здесь, вырезать, вырезать. Здесь очень много будет. Но по сравнению с тем, что мы вырезали в предыдущем корпусе, если мы поглядим, здесь толщина, ай-ай-ай. На один разъем у меня уходило на целый час. Упиливал это простыми напильниками. Где-то просверлил, где-то напильничал. Очень долго, каждый разъем, это целая победа была. Здесь у нас всего миллиметровка металл. Тем же напильником все это должно выдолбиться. Эти разъемы просверлятся как есть. Там проблем с этим не будет. Там нормально все будет. И эти тоже. Все круглые проблем-то не будет. А вот именно всякие квадратные, вот эти, эти все придется напильником дербанить. Ну и того, что еще как бы проблема будет заключаться в чем? То, что эта вся крышка вся кривая. Просверливать нужно будет. Как-то выставлять одну грань ровно. Например, эту грань надо выставлять ровно параллельно столу, на котором буду сверлить. И все высверлить. Потом эту также выставлять, эту часть ровно столу. И также все это высверлить. Короче, это будет такой целый гемор. С этим это попроще. Мы просто их высверлим как можно побольше. Тут насверлим немного дырок. И потом напильником будем драконить. И все, в принципе, нормально здесь будет. Ну, как и здесь. Все удобно, все это снимается. И можно любую драконить. Это, конечно, плюс. Но все эти манипуляции я показывать не буду. Я все это буду делать на работе. Во-первых, у меня здесь нет тисков. Нет сверлильного станка. И я не хочу загаживать свою хату кучей тонной стружкой. Поэтому это все останется как-то за кадром. И уже мы только увидим готовый результат. В общем, двигаемся дальше. И так, промежуточный результат. Как мы видим, я уже все вставил переключатели. Это все поставил. Это я как бы сделал в связи с тем, что я очень погано все криво, косо просверлил, выпилил. Чтобы скрыть хоть как-то часть их косяков. Как-то вот оно так. Но в связи с тем, что меня все равно данный мой результат не устраивает. Особенно вот это все тут сверление. Оно такое ужасное. Если вот даже видно вот здесь вот косяк. Косячина и то, то, то есть вообще как-то сделать, короче. Но они хоть и вставились, как видно, без проблем, но все равно выглядит все это очень ужасно. Я решил замутить сюда наклейку. Наклейка пока в процессе. Поэтому показываю этот промежуточный результат. Здесь мы, как видим, все это переключатели. Все круто. Задняя сторона, она правда еще не прикручена. Ну, все, он выпаливается. Даже тут вот дыру, которую я драконил здесь и здесь. Мы можем вот так вот пока высунуть и показать немножко внутрянки. Внутрянки-то мы, в принципе, можем даже сделать вот как-то вот так вот. Вот оно что у нас внутри. И, как мы видим, это у нас импульсный блок питания. Круто. Это у нас регулируемый стабилизатор на 5 А. А вот этот наш вот сплиттер. Да, я его толком не показал. Он, как бы, вот представьте себе вот такую плату, куча конденсаторов. С той стороны просто присутствуют сплошные там, ну, резисторы и несколько транзисторов, которые, кажется, и являются вот этим сплиттером, активной частью его. Ну, тут как бы использовались вот такие вот разъемчики. Они вот тут вот вставлялись. Вот так вот. Вот так вот, так вот. И еще вот такой вот плату. Я решил, что это выпаем, нахрен они нам нужны. Вот эта вся фигня. Ну, и также еще была присутствовала такая вот кренка. Ну, как всегда. Ну, тоже примерно такой же, как стабилизатор, только нерегулируемый. Он был вот здесь вот, у конденсатора, вот так вот был припаян. Ну, когда в оригинале был, я просто это что-то не заснял. В связи с тем, что я уже что-то как-то торопился, мне уже хотелось попробовать, хотелось. И вот теперь рассказываю, как все это было. То есть я выпаял эту кренку. Там на той стороне, снизу платы, пределом диодный мост был. На SMD компонентах простые M7 диоды. Ну, те же самые, что 1M407. Или 4001 и до M7. Ну, это не суть. Вот. Мы его в топку. И у нас все на стабилизатор. То есть у нас здесь выставлено 9 вольт. Так как вот эта фигня требует 9 вольт с 10, что у нас кренка 9-ти вольтовая. Вот. То есть сюда 9 вольт. И пойдут все вот на эти переключатели тоже 9 вольт. Тут вот уже, вот я уже пробовал кабо запускал. И проверял, как под нагрузкой все это работает. Да, вот оно все болтается. Ну, косячи. Сплошное косячи. Ну, че ты сделаешь? Вот такой я рукожопник. То есть это у нас вот как раз для запитки приставки, которая требует внешнего блока питания. Там NES, NES, там Sega, Infamic и еще что-то там. А еще одна NES. А это все, в которых строен внутренний блок питания. Они выпаяны из старой его подделки. И сюда, как видим, мы их ставим. То есть я ее уже отчасти раздраконил, эту подделку. Уже вот на эти вот разъемы. И даже вот на эти вот провода. Да, он тут даже написан Sega 2. То есть это Sega 2 джойстик был. Да, я уже и тут рассказал. То есть это, да, вот это бактериальный идишный шлифарк. Здесь он справляется очень даже хорошо. Я это уже, в принципе, все протестил. В связи с тем, что мне нужно было узнать, будет ли справляться стабилизатор с этим сплиттером и с приставкой. Так как из всех приставок, которых я тестил, у меня самое прожорливое стало именно NES, как с флеш-картриджем и джойстиком от Hudson Soft. То есть блок питания так немножко, ну немножечко, но грелся. Поэтому нужно было все это увидеть, будет ли просадка. Так как у нас всего здесь 12 вольт, а тут у нас 9 вольт. То есть мы срезали всего 3 вольта и как бы, черт его знает. То есть надо было проверить. Проверил вообще даже, напряжение вообще никак не шелохнулось. В общем, красота. И у нас получается вообще просто идеальная запайка. То есть идеальная запитка. Извиняюсь. В чем заключается такая идеальная запитка? Во-первых, у нас здесь присутствует дроссель. У нас сам блок питания, он нестабилизированный. То есть на выходе у нас есть емкости нехилые, дроссель. Это круто. Потом мы идем сюда, опять емкость. Стабилизация теперь. Еще один дроссель. И опять конденсатор. То есть емкости просто захрена, захренище. И еще есть керамические конденсаторы, которые тоже снимают всякие ВЧ-помехи. Дроссель вроде НЧ-помехи снимает, насколько мне помните. То есть это все фильтра. Сплошные фильтра. И это еще не все. В каждой приставке же у нас встроены тоже по 5-ти вольтовой кренке. Опять же по конденсатору и еще керамическому конденсатору. То есть запитка просто идеальнейшая. Прям мечта любой приставки. Ну вот этот провод у нас как раз запитка самого сплитера. Вот отсюда выход. Это вот у нас. Ну этот провод потом у нас он пойдет по всей вот этой части. Прямо мы пустим шину минусовую прямо по всему, по всем этим разъемам. А плюсовую придется коммутировать. Ну скорее всего мы ее тоже пройдемся прямо по всем. А потом уже будем выходные просто снимать. И все. Провода это вот эти тоже от компьютера. Компьютерный блок питания. Как видим они достаточно хорошие. И сей справляется. Если уж там даже пишут по 5-ти вольтовой шине аж там 20-30 ампер аж. То что уж тут говорить. Типа такие провода вообще. Эти приставки, которые мало жрут. Просто с запасом охрененным. Как мы еще видим, да, вот здесь вот еще все я прыгаю из стороны в сторону, как всегда. Вот я все заделал термоклеем. Потому что, блин, я запаял один раз. У меня пока я тут ковырялся, паял, 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 все это отвалилось к чертям. Блин, я такой, ну и нахрен. А потом вспомнил, что многие делают еще специально все это термоклеем зафигачивают. Чтобы провода так просто не отваливались. Ну, тут вот ровненько более-менее получилось. Тут какая-то параша. Да, это не суть. Также и здесь я вот тоже все заделал. И даже этот весь этот свитчер, который заводской. То есть он как был. Я его, в принципе, ничего с ним не делал. Он прямо вся полностью перекочевал. И даже провод, который я говорил, что буду типа укорачивать, даже не стал. Он у меня сложился, четко туда спрятался и даже вообще без проблем. Он даже никак не мешает. Ну, вот это, в принципе, и все. Пока ждем наклейку. После наклейки наступит долгий период всего этого с запаянием. Я уж не буду все это опять же, разумеется, показывать. Потому что запайка уйдет, ну, очень долго придется все это запаивать, коммутировать. И после этого нам еще придется сделать. Ну, это ладно, что здесь у нас эта колодка запитки. Хрен-то с ним. И, кстати, многие могут спросить, а где предохранитель? Предохранителя у меня не будет. В принципе, его можно, но он не будет. Почему? Потому что он есть в самом блоке питания. Вот он где-то тут вот. Ну, я не буду показывать. Он тут есть, короче. То есть, если что-то случится, выгорит он. Двойной предохранитель стоит не очень прикольное дело. Ну, и также, что еще, да, по поводу самого этого разъема. То есть, 25 пин, нам придется все это распаять, кучу запитки. Да, это будет тот еще геморрой. Придется сделать офигенный провод. На очень много проводов. Это тоже уже покажу потом, как все это сделают. Здесь все запитки будут выходить. Да, ну, вот и... И, в общем, уже покажу конечный итог, что у нас получилось. В общем, едем дальше. И вот, спустя какое-то время, вот, я уже все, в принципе, собрал. Я вот сделал наклеечку. Наклеечку я ждал полторы недели. И при том, что она еще дерьмовая, дерьмованная печать вся. То есть, ну, не очень, короче, красиво все вышло. Ну, и еще, к тому же, все мои кривые руки тоже здесь несли свой вклад. Вот, все, она полностью у нас собрана. Все, здесь у нас все включается. Все, короче, запаяно. Все внутри. Здесь я ничего не стал делать. То есть, как есть, так и есть. То есть, никаких наклейок. Потому что все равно эта фигня ничего не видит. Никто не увидит. Поэтому ее, в принципе, толку не надо. В данной подделке у нас еще появился один элемент. Это трансформатор. Трансформатор понижающий. Это для Сиги Сатурн. Как мы видим, здесь у нас есть Сиги Сатурн. Да. И я приобрел себе Сигу Сатурну. Наконец-то. Спустя тысячу лет я себе приобрел ее. Как мы видим, здесь у нас написано 100 вольт, 50-60 герц, 12 ватт. Ну, в принципе, понятно. Это приставка японского региона и требующая 100 вольт для запитки. То есть, вот сюда мы подаем типа 100 вольт. Вот. И надо было что-то придумать, чтобы ее нормально запитать. То есть, у меня нет такого трансформатора. Ну, правда, я ее запитал от советского трансформатора. Он, в принципе, заработал. Но я же не буду такую дуру использовать, чтобы запитывать такую приставку, которая, в принципе, по его меркам ничего не жрет. И решил я купить себе вот такой вот трансформатор, так скажем. Такую фигуинку. То есть, это типа такой блок питания. То есть, в нем типа трансформатор. Это называется конвертер. Блин. Что же на нем написано-то? Как мы видим, вход 220-50 герц, выход 110 вольт, 45 ватт. То есть, да. Мощность у нас соответствует. Напряжение входное тоже соответствует. А выходное-то не очень соответствует. Ну, ладно, думаю, 110 под нагрузкой, может быть, просядет. Но когда я его купил, то есть, вот и принес снова, включаю его в сеть и втыкаюсь сюда, в эти разъемы, у меня показывает 124 вольта. Я такой, эээ, ребята, чё-то это больно до хрена. Я такой, думаю, чё-то надо придумать. Ну, решил все-таки попробую коротковременно запущу. Может, под нагрузочки-то просядет. А ни хрена, она даже никак и вообще не просела. То есть, ну, 120 вольт, это уже очень много, я считаю, до приставки. Она, в принципе, может и будет работать, но у ней начнется греться транзисторы, трансформаторы. Нахрена всё это надо, то есть, это лишняя нагрузка на аппарат. И чё я уж придумал-то я. То есть, как вы, это уже просто коробка, в ней нет ничего. И уже оттуда трансформатор изъят. Он стоит у нас здесь теперь. Но предварительно, чтобы его поставить сюда, мне пришлось его немножко перемотать. Обычно, как-то, если там трансформатор, дофига напряжения, мы просто сматываем число, там, определённое число обмоток. То есть, сколько-то витков мы должны смотать. Но, в данном случае, этот трансформатор сделан так, что у него нет, так скажем, вторичной обмотки. Здесь одна общая обмотка с отводом от середины. Вот этот отвод от середины и является как раз нашим 110 вольт. И, то есть, как бы, в основной фишке такой, самые полезные вещи у трансформатора, эта гальваническая разрядка, отсутствует. То есть, у него одна общая обмотка. То есть, если что-то случится в данной подделке, то пострадает и внешняя сеть. Для этого здесь был поставлен теплопредохранитель. Вот такой вот. У него намотан прямо на обмотке сидел там. Я его выдрал. Что же пришлось нам сделать-то? Чтобы у нас напряжение стало меньше. Я нашёл на его сертификацию. Сколько было намотано витков на данном трансформаторе. Оказалось, что там примерно 2000 витков. Две обмотки соединены как бы вот эти последовательные. И у них, то есть, она получается одна общая, но у них разные сечения. Там оно не сильно отличается, но оно и есть. И как бы, что же сделать-то? Нам нужно было смотать сначала 900, там вроде 70 витков вот этой вторички, так скажем. Чтобы смотать обмотки, я использовал вот такую советскую катушку из-под ниток. Я просто на неё намотал все эти витки. И еле-еле убралось. И что же, то есть, я смотал вот эти 970 витков. И нам нужно было сместить среднюю точку в уменьшение. Так как мы знаем, сколько у нас общего количества витков, мы можем вычислить, сколько у нас приходится на 1 вольт витков. Это примерно почти там получился 10, около 10 витков на вольт. То есть, чтобы нам сместить, нам нужно было где-то около 200 витков смотать. Ну, я что-то немножко... Ну, всё равно эти все мои расчёты не очень точные. Я смотал 180 витков. То есть, я смотал ещё... То есть, дошёл до середины, смотал ещё 180 витков. И вот, именно на этой точке у меня получился средний отвод. И всё остальное, то есть, средняя точка, которая была заводская, я её заизолировал, запаял и всё. То есть, она не участвует в данном случае. Ну, и как мы все знаем, то, что трансформатор перебирать такое дело не очень благодарное. У меня ещё осталась даже одна часть от его магнитопровода. Это шеобразный трансформатор, такой, как бронированного типа называется, бронированного типа. Вставляются вот эти пластинки. Одна с этой стороны, другая с этой стороны. И вот так вот он собирается с двух сторон. А зазоры, которые появляются, просто ещё заделываются одними маленькими пластинами. Ну, уже не смог я её запердолить. Я её поначалу просто потерял, и она как-то случайно на полу оказалась. Я такой, то есть, не хватает одной пластины. Ну, думаю, блин, пипец. Думаю, дай попробую засунуть. И, ну, короче, не получилось меня её засунуть. Я только ещё больше изогнул тут эту фигню. И, в общем, да и похрена. Да, с одной стороны, это не очень хорошо. Мы немножко, немножечко потеряли в мощности. И немножечко у нас добавился будёж. Потому что любая переборка трансформатора ведёт за собой гудёж его. Ведёт за собой гудение данного трансформатора. Ничего с этим тут нельзя. Или, ну, просто у меня руки немножко на этой кривые, разумеется. И я не мог нормально его перебрать, чтобы он у меня не гудел. Он гудит, ну, еле-еле, в общем. Не особо уж так и громко. Но обычно бывают, что эти гудежи сказываются именно на звуке. То есть, это гудёжи 50 Гц, они начинают в звук у нас идут. И все они там гудят на звуке. Ну, в данном случае я чё-то пробовал. Вроде не чёрта там не гудит. Да и вроде нафрать. Да и к тому же оно не гудит в связи с тем, что в самой приставке стоит импульсный блок питания, который переводит частоту на килогерцы. И в результате там уже ничего вообще не гудит. И ты хрен чё услышишь. Там где-то в районе 50 кГц делать частота постоянного тока. Так что, может, гудёж всё равно хрен услышал. Да, ну, не очень качественно всё это перебрал. Да, есть такое дело. Но, как мы вот так вот получилось, мы всё это перебрали, собрали. И результат у нас получилось 102 вольта. Под нагрузкой у меня срезалось до 99 или 98 вольт. Но это ещё всё равно, как мы знаем, наша сеть всё у нас скачет. То есть у нас всё равно происходит изменение. То есть плюс-минус 5% от самого вольтажа. Но у нас в сети-то не 220, так как вот даже здесь, например, указано. У нас в сети на сегодняшний день 230. Но это, скорее всего, я точно уж не помню, за что всё это сделано. То есть в связи с тем, что потребителей в квартирах стало больше. И под нагрузкой напряжение начинает падать. Поэтому его повысили. То есть теперь у нас уже давным-давно в нашей стране и 220 вольт, а 230. Так что все имейте это в виду. Так что вот эта хрень, то, что написано 220, я не знаю, по кой хрена надо сделано так. Надо 230, что здесь будет. Обмотка-то всё равно, в принципе, выдерживает. Но, блин, на авторечку сказывается не очень прикольно. Ну, в общем, фигня-то получилось. Выкинул 650 рублей, купил себе, так скажем, геморрой и перематывал его. Ещё сидел 2 часа. Не покупайте, блядь. Найдите лучше нормальный трансформатор и не парьтесь. Это потому что такой геморрой. Вот. Ну, помимо того, что трансформатор вот он как бы есть, ему ещё нужно было сделать какой-то крепёж. Потому что он просто вот он как есть и больше ничего. То есть мы где-то пробовали с катушкой. То есть как его закрепить в корпусе, ну, без какого-то крепёжки никак. Я пацанов на работе напряг. Они мне сделали, выгнули, так как у нас есть гибочные станкини, но мне выгнали данную скобу под него. Вот эту крепёжку. И я, разумеется, её поставил. Всё, вот он теперь там стоит, мёртвый. И этот, ну, уже такая, мощная такая, тяжёлая стала вся эта коробочка. Тяжёленькая. И ещё нам, мне пришлось сделать офигенный длиннючий провод, толстенный для запитки всех этих приставов. То есть вот этот разъём, как раз вот это гнездо, как раз для запитки всех приставов. То есть провод у меня получился вот, вот такой вот, вот ионная фишка. Как мы видим, целая скрутка проводов. Это я использовал 2,5-0,75 провода. То есть такой многопроволочный. Ну, стандартный силовой провод. В принципе, недорогой, хороший провод. Вот. Я его взял где-то по 3,2 метра, в общем, в совокупности. И на конце у нас куча разъёмов, как мы видим. То есть они у меня, в принципе, подписаны. Вот этот не подписан почему-то. Ну, и ладно. То есть вот прямо подписаны здесь вот. PS2. Всё понятно. Здесь вот SNES. Да, вот разъёмы вот прямо под SNES. Думал, что я вот не найду такого разъёма, чтобы запаять. Не думал, чтобы, кажется, использовать на проводе, который у меня от старого блока питания, который я использовал. В принципе, его просто как бы вот здесь было бы удлинять. И всё. Ну, там было такое некачественное, что, блин, ну, я не хотел никак его использовать. Вот. И всё-таки думал, что-то приобрести такой вот разъём. И как удачно в магазине оказался такой разъём. И мне очень в этом плане повезло. Вот. Здесь вот у нас NES PAL. То есть это PAL-овая NES. Ну, её немножко отличается от, например, антоистичной NES. И вот такой вот разъём. То есть немножко поуже дырка. А там побольше, наоборот. Полярность одинаковая, а всё остальное другое. То есть, например, вот здесь вот у нас идёт РФК. То есть, Twin Famic, я так скажем, его подвал. То есть, здесь такой же самый примерно разъём, что и на NES, то есть они одинаковые. Но полярности у них разные. Вот это пришлось всё учитывать. Ну, и так как вот этих разъёмов, так называемых, мы восьмёрка, я не нашёл тоже в продаже. Типа вот тоже, чтобы можно было запаять, как вот такие вот разъёмы. То есть пришлось использовать провода. То есть я резал провода, и вот получалась вот такая вот фигня. То есть есть место скрутки, что тоже не прикольно. Это вообще вот восьмёрка ещё от видока, который я уже выкинул. А вот этот разъём, он не очень похож. Ну, похож на восьмёрку, но поменьше, как мы видим. Это восьмёрка у нас от люминцентных ламп, которые продаются. У меня такой был провод, типа как удлинение. Две-то коротенький такой провод с двух сторон. Вот такой вот разъём. И он как бы свою жутку просто перемычка и соединение двух ламп. Я его разрезал и запаял. Он, в принципе, подходит в эти приставки, в эти разъёмы той же самой восьмёрки. Ну, просто мне не хотелось покупать, блин, провода, которые пришлось бы резать. И к тому же провода на сегодняшний день эти не очень качественные почему-то. Ну, есть, но очень как-то с ними плохо. Вон. И вот я использовал два таких и три таких. Ещё у меня так получилось прикольно, что на одном из разъёмов, тоже вот как раз вот китайском, который у меня был, я его вроде бы запаял, но что-то я его не прозвонил. Я когда всё собрал, вроде бы всё запаял, всё сделал, всё красиво, всё классно, и он, оказывается, значит, у него где-то обрыв был. Пришлось его отрезать, там, заменить другой. Короче, целый час угрохал на эту дрянь. Весь исплевался, весь ругался, мата было много. То есть, ну, вот ещё PS1. Ну, вот ещё есть для Sega, Sega Genesis как, ну, или Sega Mega Drive. Вот такой вот её разъёмчик. У меня его тоже не нашлось. В магазине нашем тоже его не было. Ну, хоть вот этот был, и то радость. Но у меня была целая, есть пачка переходников с обыкновенного на такой. Я думал, чё пояс, всё равно лежит этот переходник, давай его используем. Ну, я ещё его и использую. Здесь полярность такая же, как и на Twin Famic, тоже, не как на NESCi. И вот такой вот получился охрененно длиннющий провод. Ну, вот ещё, ещё, так скажем, для Nintendo Wii. Так как Nintendo Wii у нас используется, у нас внешний провод питания. Ну, я же не буду здесь ещё целую вилку штепсиную ставить, чтобы, блин, подключить Nintendo Wii. Мне уже и так надоело вот эти все вырезы вырезать. Это же был просто жесть какая-то. Я решил использовать бактериный XLR. То есть, папа, мама XLR. Вот здесь у нас, как говорится, папа, там у нас тут мама. На самом блоке питания. Да почему? Ну, то есть, я мог просто так же сделать скрутку и всё, и пофигу. Но, например, через мою вот эту, так скажем, тумбочку, где у меня сейчас стоят вот эти все приставки, протянуть-то как-то его надо будет. То есть, его надо тоже спрятать внутри этой тумбочки. А как провод-то потом протягивать? И для этого и был сделан этот разъёмчик. XLR, в принципе, это аудио больше разъём, чем для запитки чего-то. Но многие его и так используют. Он очень с этим хорошим, что есть защёлка. Я именно искал, чтобы была именно защёлка, чтобы не просто там он вывалился потом или ещё чего-то. То есть, именно, чтобы было надёжное соединение. Ну, и как бы вот весь провод, вся вот эта конструкция. Сейчас я всё это подключу. Тут очень много проводов сейчас будет. И посмотрим, как она у нас будет работать. Как мы видим, я всё собрал. Кучу тюльпанов, все забиты, всё мощно. Проводов, вагон. Ну, чтобы видеть, что я именно нажимаю на данной поделке, я задействовал свою старую вебку, которая тысячи лет. Запускаем пауэр наш. Включаем первую приставку. Это Next. Она у нас уже выбрана. Звук мы слышим. Да, играет в одном канале. Но это можно будет, например, использовать для мониторинга. То есть, слушать музыку. То есть, можно смягшировать оба канала в самой программе. Прям звук. То есть, ну, это не критично, в общем. Я раньше использовал, как брал переходник такой, где использовался два тюльпана на один. То есть, вот один втыкал я и раздваивал сразу на два. То есть, один тюльпан, один этот разъем и раздваивал на два. В принципе, со мной, может, страна и так, но это не очень удобно. Использование постоянно такой фигни. Потому что надо много приставов, которые монозвук и, блин, это геморрой. Проще в программе переключиться, сделать монорежим и все. И в обоих каналах будет играть одно и то же. Ах, крутая мозлова. Ну ладно, мы едем дальше. Выбираем SNES. Включаем SNES. Как мы видим, все работает. Прекрасненькая музычка, все дела. Выбираем WinFam. Врубаем. Игра опять же работает. Все то же самое у нас в одном канале. Но это все тоже переключается, как уже говорил ранее. То есть, мы врубаем. Неспал. Включаем Nespal. Все, звук есть. Все работает. Теперь стерео Мегадрайв. Здесь уже стерео звук. Здесь уже, кажется, все нормально звучит, все как надо. Ну, в общем, работает. Теперь переходим к приставке, в которых есть свой внутренний блок питания. Например, PS1. Включаем. Знаменитый логотип. Все звучит прекрасно. Там диск все равно не грузится или грузится через раз, он все равно пошел. Теперь Sega Saturn. Это та Sega Saturn, ради которой мы сюда вставили дополнительный еще трансформатор, который дает нам 100 вольт. Включаем. Все красиво, все работает. Теперь. У нас осталось три приставки. Да, но у нас остался один вход. Восьмой. Почему так-то получается? В будущем я хочу на этих приставках уйти от композита. Потому что такой достаточно примитивный видеосигнал, который, ну, не очень хорош даже для той же Nesca. Можно там сделать более лучшее качество изображения или Sega Mega Drive, например. Поэтому в будущем я буду пытаться все-таки на этих приставках PS2, Dreamcast и Wii уйти от композита и посадить, например, там, ну, как есть, переходник на Wii. Можно HDMI подключить. Для Dreamcast делается мод VGA. Ну, и что-то для Соньки тоже. Для Соньки так как-то это пока глухо. Ну, будем надеяться, что повезет. И этот просто универсальный вход останется, ну, ради какой-нибудь другой приставки, ради которой будем тестить, например. То есть, будем сюда ее подключать и будем тестить какую-то из приставок, чтобы видеть, работает ли все или нет. Так что этот вход у нас все равно останется и очень понадобится нам. Но пока мы будем перетыкаться на последнем входе, менять вот эти разъемы. Ну, сейчас у нас вот тут Dreamcast, поэтому мы начнем с Dreamcast. Все, в общем, работает. Ну, да, у меня Павловский Dreamcast. И у ее батарейка села. Вот, Nintendo Wii включаем. Как знаем, то, что у Nintendo Wii это электронное включение приставки, так как нам придется еще и тянуться и включать ее. Но тут ничего не поделаешь. Тут либо дербахать приставку, в ней выдирать эти два контакта и тащить сюда. Я думаю, это не очень разумное решение будет. Поэтому уж лучше так. Ну, вот она работает, в виде изображения есть. Ну, звук, в принципе, я доверюсь, что тоже есть, так как мы его уже, в принципе, слышали на Dreamcast. Вывод один и тот же. Включаем PS2. Включаем. То же самое, как и с Wii. Придется нажимать кнопку. Ну, она работает. Звук. Все есть. Ну, в общем, вот она вот как-то вот так вот вся эта вот конструкция выглядит. Получилось достаточно очень прикольно, интересно. И главное, удобно пользоваться. Конечно, да, что-то модернизировать здесь уже особо не получится. Если в будущем появится какая-то еще из приставок, то, блин, тут уже будет сложнее. Но на то она и версия 2. Но я не думаю, что я в будущем еще кучу на пристав каких-то покупаю, чтобы мне делать уже третью версию данной поделки. Потому что уже придется тогда менять и тумбочку. Так что, в принципе, вот она вся наша конструкция. Что очень хорошо. Одна штепсельная вилка. Не надо кучу пилотов, например, где кучу розеток навтыкать или кучу блоков питания внешних, которые бесит. Все с одной запитывающейся вилки. Ну и один, конечно, провод длиннючий, который будет все равно спрятан. Это останется нам только все это уложить. Спрятать за данной тумбочкой всей. Ну, это останется как бы уже за кадром. Просто уже и так, в принципе, все понятно. Ну, надеюсь, вам все понравилось. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Гровер. Всем пока.